В 2015 году ЕГЭ сдавали 1178 11-ти классников из 30 школ района. По 13 экзаменам уже получено 8 официальных протоколов, в том числе и по обязательным дисциплинам, среди которых русский язык. Проходной балл для русского языка был объявлен Рособорнадзором 24 балла. По району в среднем, по предварительным данным, 67,5 балла. Но мы считаем, что экзамен прошел успешно. Три ребенка у нас, три выпускника вышли на пересдачу. Был один из случаев уважительной причины. И два выпускника, которые не справились с экзаменом, это выпускники вечерней школы. Выпускники наши, три человека, уже экзамен пересдали 22 июня. И через неделю, максимум через 10 дней, мы узнаем уже окончательные результаты. Разделение математики на два уровня – базовый и профильный. Одно из нововведений этого года при сдаче ЕГЭ. Результаты базового уровня необходимы для выдачи аттестата о среднем общем образовании и приеме в ВУЗы, не имеющей в перечне вступительных испытаний этот предмет. А вот профильный уровень необходим для поступления в ВУЗы, где математика включена в перечень вступительных испытаний. Предмет этот сдавали все, но 119 выпускников, к сожалению, не преодолели порог. Из них 92 человека не преодолели профильный уровень, и остальные ребята – базовый уровень. Для этих выпускников также была организована пересдача. Виктория Бунтина также отметила, что помимо двух обязательных экзаменов по русскому и математике, люберецкие школьники сдавали и предметы по выбору. Самым популярным в этом году стало общество знания. Его выбрали 66% выпускников. Цифра 57 – таков средний балл по району. В целом, во время сдачи единого государственного экзамена нарушений со стороны общественных наблюдателей выявлено не было. Окончательные итоги ЕГЭ будут подведены в третьей декаде августа. Впрочем, уже сейчас известно, что 137 люберецких выпускников удостоятся медалей за особые успехи в учении. Наталья Григорьева, Алексей Адамов, Андрей Полстунов, Люберецкое районное телевидение.